У христиан есть такое понятие, как антихрист. Есть ли какая-то аналогия в иудаизме? Антихрист. Да, часто пользуются в литературе таким понятием антихрист. Как правило, насколько мне известно, это имеется в виду человек, который в христианской терминологии, а потом позже этого в русской литературе, всегда отображал образ человека, который полностью отрицает все святое, Всевышнего и так далее. К сожалению, и в иудаизме это присутствует понятие. То есть человек, который отрицает что-либо в нематериальное, можно сказать так, что образно это имеется в виду антихрист. Но поскольку у нас веры в Христа нет, даже наоборот, у нас вера в единого Бога, поэтому здесь это называется какими-то другими словами. Например, безбожник. А на более научном языке, на языке Мишны, Талмуда, это называется Пикорис, или Мин. То есть это такой человек, который считает, что Тара не была дарована Всевышним, она была придумана мудрецами, мудрецами Талмуда, или до того, или после того. Любое присутствие каких-то внеземных, так сказать, сил, отрицаемых человеком, это, видимо, то, что имеется в виду в том понимании антихриста, который мне известно из литературы. И в нашем обиходе, конечно же, это есть. Мы надеемся, что скоро, может быть, это и живет себя, когда все поймут, что есть Всевышний, Он един и нет других сил, и наполнится земля мудростью от края до края.